Начать я хочу с истории, которая прямо сейчас разворачивается в Волгоградской области, в селении с говорящим именем, названием Суровикино. Там расположена исправительная колония номер 19, и вот как сообщают российские СМИ, прямо сейчас там сторонники исламского государства захватили заложников из числа сотрудников администрации этой самой исправительной колонии. Ну, помимо того, что захватили заложников, там, видимо, произошла какая-то драка или перестрелка, или что-то такое, там сейчас начальник этой тюрьмы, и его заместитель, а также еще несколько человек, находятся в больнице в реанимации. То есть они сильно пострадали, плюс один еще человек был убит в результате этого мятежа. Ну и сейчас четверо сотрудников колонии, видимость числа охраны, находятся в руках исламистов. Поскольку в заложниках оказались охранники, надо полагать, что и оружие этих охранников теперь у исламистов, и они уже начинают выдвигать свои требования по данным российских телеграм-каналов. Требования там два, классические просто требования. Первое – 2 миллиона долларов, второе требование – вертолет. Не знаю, куда они собираются полететь на вертолете с этими 2 миллионов долларов, миллионами долларов, но интересное начало, по крайней мере, посмотрим, как это дальше будет развиваться. Сейчас российские власти туда вызвали родственников этих исламистов, вызвали местного муллу из мечети в Волгограде, а также, насколько я понимаю, для введения переговоров, а также вызвали спецназа на тот случай, если переговоры закончатся ничем. Ну, кстати, интересная такая информация пришла, что взяли заложников, судя по всему, эти исламисты с помощью ножей, которые продали этим исламистам сами же сотрудники колонии. Мне кажется, это такая очень хорошая иллюстрация того, как устроена Российская Федерация в нынешние времена, как того, как она живет. Ну, а чем она закончится и чем закончится эта история, посмотрим, конечно. Сейчас, как я сказал, туда спецназовцев тащат и, скорее всего, либо всех убьют, и заложников, и террористов, либо полностью все провалят и придется действительно выдавать им вертолеты 2 миллиона долларов. Оба варианта вполне возможны, вполне реальны. Посмотрим, чем кончится. Мне прямо даже интересно. Еще интересно, куда собираются лететь вот эти боевики, эти исламисты, которые требуют сейчас 2 миллиона долларов. На самом деле, как видите, такая ситуация уже не первая из этой области. Недавно в России, в Ростовской области была примерно такая же история. И это о чем говорит? О том, что пока Россия пытается там воевать с Украиной и делать из украинцев каких-то нацистов, придумывают какие-то странные несуществующие грехи для Украины, тем временем в самой России вообще на всю катушку разворачивается, чувствуется абсолютно прекрасно, вольготно и ничем себя не стесняет именно исламское государство. То есть, самые такие адские, самые крутые террористы, которые даже по меркам Талибана являются террористами. В России они себя чувствуют замечательно, делают, что хотят. Ну, собственно, это и есть один из важнейших итогов работы Владимира Путина на посту президента. Он начинал же, помните, на волне говорил, что он будет бороться с терроризмом исламским, что он победит всех радикальных исламистов на северном Кавказе. А заканчивается все тем, что эти исламисты себя чувствуют гораздо лучше в России, чем где бы то ни было на нашей планете. Ну и дальше поехали. В Курской области тем временем продолжается наступательная операция украинской армии. И продолжается она довольно успешно. Мы сейчас получаем каждый день довольно много видеозаписей с пленными российскими солдатами. Главным образом срочники. Это пока даже в какой-то степени хорошо. То есть это говорит о том, что Россия направляет для обороны Курской области именно срочников. А срочники, как мы с вами понимаем, не самые лучшие на свете солдаты, не самые умелые, не самые подготовленные. Поэтому таким образом отправляют туда срочников. Российское командование обеспечивает дальнейшее продвижение украинской армии. Срочники вообще, я так понимаю, сейчас стали последней палочкой-выручалочкой Владимира Путина. Потому что больше туда отправлять абсолютно некого. Я имею в виду в Курскую область на противодействие украинской армии. Поэтому сейчас по сусекам буквально соскребаются со всех воинских частей. Там чуть ли не какие-то караульных забирают, каких-то там матросов и топливозаправщиков с кораблей и аэродромов. Лишь бы только хоть кто-то поехал туда на борьбу с украинской наступающей армией. Еще есть, кстати, ролики с продвижением украинских войск в глубину российской территории. На самом деле, я так понимаю, там сейчас тактика используется следующая. Собирается какая-то группа украинских войск. Там несколько танков, бронетранспортеров, и они отправляются как бы в рейд по российским тылам. Поэтому часто украинскую бронетехнику, украинских солдат замечают где-то в глубине, довольно глубоко в российской территории. Плюс украинцы там то и дело устраивают засады. Вот буквально сегодня был видеоролик оттуда из Курской области, как бойцы 82-й, по-моему, бригады устроили засаду на российских морских пехотинцев. Четверых убили, двух взяли в плен. Где-то очень глубоко на территории России. Там, где Россия большая, к каждому кусту солдата не поставишь. Поэтому, если прорвать довольно тонкую линию фронта, то дальше в глубине российской территории войск вообще нет. И там, если у тебя есть оружие, если у тебя есть бронетехника, езди себе катайся и делай что хочешь. Ну и еще надо сказать, что с помощью этой тактики никак не может Российская Федерация, точнее из-за этой тактики, Украинская Российская Федерация никак не может сформировать единую линию фронта в Курской области. Из-за чего украинцы наносят постоянно все более и более болезненные удары по российской армии. И на самом деле, как я понимаю, дела там идут довольно хорошо. Плюс, очень, знаете, меня стали радовать в последнее время многочисленные видеозаписи с ударами, авиаударами, которые украинская авиация наносит по домам, по опорным пунктам, по мостам, еще каким-то объектам Российской Федерации на территории Курской области. Опять же, почему это стало возможно? Дело в том, что из-за прорыва границы россияне были вынуждены срочно, срочно утащить как можно дальше от линии фронта за несколько десятков километров свои средства противовоздушной обороны из Курской области. Потому что иначе эти средства ПВО были бы уничтожены перед дронами, которые там летают и постоянно ведут охоту на российские средства ПВО. Соответственно, ПВО все уехало из Курской области, его там мало или его там почти нет, я имею в виду российское ПВО. Из-за этого сейчас украинская авиация чувствует себя намного более вольготно, чем где бы то ни было и обладает возможностью бомбить вот эти опорные пункты, какие-то многоэтажки, какие-то мосты и другие укрепления, в которых сидят россияне. То есть, на самом деле, авиация, то, что используется авиация, это очень-очень хорошо. Я вот уже много раз говорил, сейчас еще раз повторю то, что, на мой взгляд, контрнаступление 2023 года в значительной степени Украине не удалось из-за того, что не было возможности на всю катушку использовать авиацию. Сейчас такая возможность вроде бы появляется и это дает свои плоды. Плюс еще одна новость из этой же серии, мне показалось важной. Украина официально подтвердила использование американских авиабомб GBU-39. Это американские планирующие аналоги КАБов и ФАБов, то есть управляемые авиабомбы, которые с крылышками такие запускаются издалека и летят в течение нескольких минут к своей цели и бьют точно в цель. Есть, конечно, разница между американскими этими ГБУ и российскими ФАБами. Разница в том, что американские аналоги, конечно, намного точнее и при полете самолета они обычно не отваливаются от этого самолета, как нередко бывает с российскими этими авиабомбами. Ну и надо сказать, конечно, да, американские бомбы, они просто лучше, то есть они точнее, они взрываются мощнее и так далее. И толку от них гораздо больше, чем от российских КАБов и ФАБов. То есть сейчас мы видим, что украинская армия, украинская авиация кормит россиян тем лекарством, которое россияне сами привыкли пичкать украинцев, то есть вот этими падающими с большого расстояния планирующими авиабомбами. Теперь они массово сыпятся на голову россиян, что, как я понимаю, россиянам не сильно нравится и позволяет одновременно украинской армии достаточно уверенно идти вперед в Курской области. Ну, также уничтожаются мосты, как я сказал, запираются, там течет река Семь в районе боевых действий. Это река такая извилистая и на ней не так много мостов. Из-за того, что эти мосты сейчас уничтожены, из-за того, что российские попытки возвести понтонные мосты тоже сорваны, там сейчас, по сути дела, образовался в западной части Курской области котел, в котором несколько тысяч российских военнослужащих. И этот котел варится, скажем так, на медленном огне. У срочников там солдат заканчивается боеприпас, заканчивается топливо, еда. Но ничего нового они себе получить извне, с большой земли, что называется, не могут. Поэтому ситуация для них становится все более и более плачевной. Я думаю, в результате они все равно в плен сдадутся, только перед этим, как говорится, помучаются. Плюс, я так понимаю, что по ним будут наноситься массированные авиаудары и артиллерийские удары, поэтому, в общем, надежды вырваться оттуда у них не так много. Правда, некоторые эксперты, я видел, говорят, что, типа, если с трех сторон находится украинская армия, а с четвертой стороны река Сейм, то это еще не котел, поскольку, типа, можно вплавь этим солдатам убежать через реку на большую землю. Но я тут могу возразить, что если вашей армии нужно бросать все оружие и вплавь по одному убегать через реку, то это для армии котел, вот для организации, как для структуры котел. Для какого-то конкретного Васи, который, конечно, в одних труселях переплыл на тот берег и убирал как-то огородами, кустами, куда надо, это не котел. Он сумел сбежать, да, я согласен, для конкретного человека котлом это не назовешь. Но вот для армии, как большой структуры организованной, это котел, поскольку в боевую единицу армия на том берегу реки собраться не сможет, потому что она будет состоять из там нескольких тысяч вот таких вот напуганных, мокрых вазь, которые выскочили в одних трусах из реки. И у них нет ни командования, ни структуры, нифига нет, ни транспорта, ничего, ни оружия. Поэтому для армии котел, а для конкретных солдат не котел. Я думаю, вот так было бы разумно говорить. Ну и к тому же, знаете, даже для одного человека не так просто переплыть на тот берег. То есть в обычных условиях, конечно, да, там река может быть метров 30 в ширину, ничего сложного нет переплыть ее, но когда в воздухе тесно от дронов, ФПВ-дронов, которые патрулируют эту реку и готовы бить по любой лодке, по любому человеку, который пытается пересечь эту самую реку, то это не такое простое предприятие. Это уже, знаете, получается что-то типа заплыва Чапаева через реку Урал. Хотя, конечно, тут река существенно уже, но и пулемет, который стрелил по Чапаеву, был не самонаведением, а дроны теперь самонаведением, точнее, дроны эти высокоточные. С помощью дрона убить человека, который медленно плывет по реке, не так-то уж и сложно. В общем, для ВСУ сейчас, учитывая все эти обстоятельства, приоритетная задача, это, конечно, сжимать стенки этого котла, выдавливать из него все, что там по одному, по два этих солдат, и пытаться уничтожить российскую группировку на левом берегу реки Сейм, которая вот сейчас оказалась окружена с трех сторон и с четвертой стороной заперта рекой. На мой взгляд, такая реализация этой задачи позволит, во-первых, естественно, разбить довольно большую группировку российской армии, а потом это позволит обезопасить левый фланг наступающей украинской армии и бросить после этого значительные части ВСУ на развитие наступления по направлению Крыльску, Льгову, Курчатову и другим городам Курской области. То есть, по сути дела, взять под свой контроль примерно треть, может быть, даже половину Курской области. Ну и продвижение вперед есть и без этого, но, конечно, с реализацией этой задачи продвижение ускорилось бы, но на самом деле и сейчас Украина наступает, поскольку мы можем об этом сделать серьезный вывод. Почему? Потому что российские власти просто требуют сейчас от жителей города Рыльск, Льгов и Курчатов по возможности покидать свои дома, уезжать оттуда. Опасаются они, что эти населенные пункты в скором времени могут оказаться в украинской оккупации. Говорят, что это, типа, они же там еще распространяют информацию, что украинцы такие злые, что там, типа, расстреливают ни в чем не повинных мирных жителей и так далее. То есть, они изо всех сил пытаются провести знак равенства между теми зверствами, которые российская армия устраивала в Буче, скажем, и тем, что происходит сейчас в Судже. У них, конечно, не получается, даже ничего похожего нет, даже отдаленно ничего напоминающего нет, но российская пропаганда очень старается. Знаете, я видел сегодня украинский ролик о том, что украинские солдаты сейчас обходят квартиры, обходят дома, которые брошены российскими жителями, там, в Судже и окрестностях, и спасают домашних животных, которые россияне, убегая, просто побросали многие домашние животных в квартирах своих, или в домах своих, и животные эти без воды, без еды там сидят уже неделю, ну, многие умирают, естественно, потому что жарко и все такое, и вот украинские солдаты заняты сейчас тем, что спасают домашних животных тех россиян, которые их там побросали. Вот это, вот чем занимается на самом деле украинская армия, вынуждена заниматься, конечно, не должна она этим заниматься. Ну, и смотрите, я думаю, что если события сейчас будут развиваться в том же духе, как и сейчас, то есть не будет никаких ни улучшений, ни ухудшений, вот именно будет идти так, как оно ведет сейчас, то примерно через пару недель украинская армия дойдет все-таки до Рыльска, до Льгова, а потом уже и до Курчатова, и таким образом установит свой контроль над Курской атомной электростанцией. Это будет очень важное достижение, на мой взгляд, это может стать важнейшей, так сказать, переломным моментом во всей войне. Почему? Потому что Владимиру Путину, в общем, давайте честно скажем, не так ему, ему вообще не жалко, ни Суджу, ни эти рыльские льговы, и на людей там плевать. В общем, ему это все по барабану абсолютно. Но Курская атомная электростанция, от нее зависит экономика 15 регионов Центральной России. То есть, если она остановится, эта атомная электростанция, то в 15 регионах будут перебои со светом. Это причинит огромные убытки российской экономики. Там речь может идти о нескольких десятках миллиардов долларов в год убытков, если остановится Курская атомная электростанция. Для Путина деньги это серьезно. Люди для него, фу, он забыть и плюнул, и забыл. А вот деньги нет, деньги для него важны, поэтому если Украине удастся установить свою контроль над этой атомной электростанцией, тогда Путин обратит внимание, тогда он будет вынужден действительно очень много войск снимать со всех направлений. С Донбасса, особенно с Торецкого направления, с Покровского направления, отправлять их на попытку отбить у украинцев атомную электростанцию. Вы знаете, сейчас уже российские СМИ вовсю голосят о том, просто жалуются на то, что якобы Украина атакует атомную электростанцию своими беспилотниками. Я не очень верю в эту информацию, потому что Украине особого смысла нет атаковать саму атомную электростанцию, потому что она по меньшей мере из-за того, что она расположена близко к Украине, и если она взорвется, то может задеть ядерное пятно и Украину. Нет, я думаю, что украинцы просто идут поступательно в направлении этой электростанции, продолжают свое наступление, и это вызывает все больше и больше беспокойства у российского руководства. Поэтому они жалуются в МАГАТЭ на то, что, боже, что происходит, Украина пытается взять под свой контроль нашу электростанцию, забывая как будто бы о том, что Россия, вообще-то говоря, захватила аж две атомные электростанции, одну уже не работающую Чернобыльскую и одну Запорожскую атомную электростанцию, когда сама наступала в 1922 году, когда вела свое наступление на территории Украины. То есть, на самом деле, сейчас, конечно, да, если бы получилось взять этот КС под свой контроль, то украинцы могли бы обесточить значительную часть центральной России и причинить очень серьезные убытки. Вот это была бы очень болезненная для Владимира Путина, для России операция. Ну и смотрите, сейчас, пока этого не случилось, Россия пока туда войска не перебрасывает. Надо сказать, точнее, перебрасывает, но в каких-то очень незначительных количествах. Уже были замечены некоторые подразделения, некоторых частей, участвующих в штурме украинских городов на Донбассе, но этого пока недостаточно. Я думаю, что украинское командование хотело бы, чтобы больше войск вынуждено было покинуть Донбасс и выехать в Курскую область. Вот для этого как раз и идет наступление на атомную электростанцию. Ну а неуспехи российской армии, в общем, да, на мой взгляд, обусловлены главным образом тем, что, во-первых, мало войск в Курскую область направляют, во-вторых, качество этих войск очень низкое, недостаточное. Заставляют, кстати, еще такой интересный момент, что сейчас срочников, которых туда направляют, их заставляют просто попытками иногда подписывать контракты, либо уже отправленных на войну срочников задним числом подделывают их подписи и переводят в контрактники. Как бы заявляют, что вот вы были срочниками, теперь вы контрактники и живите теперь с этим. Суть и дело не меняет, в общем, все равно эти солдаты очень плохо подготовлены, они не держали практически в руках автомата, они не могут сдерживать наступление вооруженных сил Украины. Ну а российское командование пока на данный момент, не знаю, как дальше будет, но сейчас, конечно, считают своим приоритетом наступление на Донбассе, где ценой гигантских просто потерь, огромных потерь российские войска продвигаются на 100-200 метров вперед каждый день при этом. То есть медленно, но верно они идут вперед. И пока Украина ничего не может с этим сделать. Там, на Донбассе, особенно на Покровском направлении, противостоят российским войскам немногочисленные и очень ослабленные украинские части, которые в своей, так сказать, деятельности главным образом сейчас полагаются на дроны. Потому что именно с помощью дронов сейчас уничтожается значительная часть, если не большинство российских штурмовиков, которые, как говорится, волна за волной просто идут на украинские позиции, не считаясь ни с какими потерями. Я, честно говоря, даже не знаю, насколько оправданы такие действия украинского командования, которое перекинуло часть войск с Донбасса на курское направление. Наверное, все-таки правда. Наверное, в этом есть смысл. Но, честно вам скажу, я смотрю на ситуацию, которая разворачивается сейчас под Покровском и под Торецком с большим беспокойством. То есть я не до конца уверен, что там все хорошо закончится. Покровск особенно важен. Почему? Потому что это большой логистический центр для всего украинского сопротивления на юге Донбасса. Это важнейшая точка и, конечно, надо его защитить. Кстати, тут я хочу сказать, что мы с вами сейчас только что закончили сбор для 47-й бригады Магура, который собирал деньги на дроны-бомбардировщики там на Донбассе. А теперь будем собирать на FPV-дроны, которые очень нужны. Вот как я сказал, с помощью именно FPV-дронов. Тех россияне, которых останавливают на Донбассе, в основном их останавливают с помощью FPV-дронов. Этих дронов расходуется гигантское количество, их нужно очень-очень много. И поэтому меня попросили заняться этим сбором. И я, в общем, думаю, что это разумно. Сейчас мы собираем для 25-й бригады, начинаем собирать для 25-й бригады десантно-штурмовой. Она, по-моему, единственная сячеславская бригада, которая называется в украинской армии воздушно-десантная бригада. Потому что они вот именно с воздуха где-то там умеют десантироваться. Так вот, они там стоят, стоят накрепко, никого не пропускают в районе Покровской. И поэтому, я думаю, мы им должны помочь. И если у вас есть такая возможность, ребятам, которые, по сути дела, с собой загораживают, то есть сами стеной встали и не дают пройти россиянам, им, конечно, обязательно надо помочь этими дронами. И, как обычно, все реквизиты будут в описании к этому ролику. Если у вас есть такая возможность, давайте поможем им. Ну и тут что я хочу сказать. Как я сказал, я не очень понимаю, в чем замысел украинской армии, украинского командования на Покровском направлении. Но я предполагаю, что он имеется. И что за замысел может быть? Ну, во-первых, глядя на карту наступления там, именно в районе Покровска, как бы видно, что российская армия растянулась в такую длинную колбасу с востока на запад. И, возможно, есть какой-то смысл ударить в основание этой колбасы. Таким образом, подрезав ее и окружить. Может быть, это является замыслом украинского командования. Ну, по крайней мере, мне, как дилетанту, который смотрит на карту, это представляется логичным. Это разумно представляется. И, возможно, как-то так собираются, планируют украинское командование поступить. Может быть, есть другой вариант. Я вот думал, что еще может быть. Есть вариант того, что бетонное здание, которое в Покровске, в самом городе Покровске, смогут стать такой, знаете, настоящей крепостью, которая остановит Россия. То есть, в этом тоже может заключаться расчет украинского командования, что россияне дойдут до Покровска и разобьют лоб об этот город. Потому что мы помним, сколько усилий, сколько войск потребовалось россиянам для того, чтобы штурмовать Бахмут. Он меньше размером, чем Покровск. И там россияне потратили около 30 тысяч своих солдат. Просто только убитыми. Без раненых, без захваченных плен. Сейчас возможности истратить 30 тысяч человек на штурм одного города у России нет. Просто мы знаем из постов многочисленных российских Z-военкоров, блогеров, они все жалуются, что из последних сил, из последних резервов идет это наступление, это продвижение вперед. Очень не хватает им людей тоже. И мы это понимаем из того, что Владимир Путин повышает выплаты за набор этих наемников. То есть, действительно, с людьми в российской армии не все так хорошо, как было даже год назад. Сейчас уже заключенные закончились, желающие идти на войну тоже закончились. То есть, людей нет. И мы видим по ситуации в той же Курской области, что некого отправлять туда. Соответственно, я думаю, что есть надежда на то, что Покровск станет вот такой крепостью, которая остановит российскую армию. Вполне возможно так и есть. Ну и плюс еще надо понимать, что наступать любая армия, ну по любым, так сказать, законам ведения войны, военного мастерства, так вот, наступать любая армия может только какое-то время. То есть, ну не знаю, там 2-3 недели, иногда месяц, если бы хорошо подготовились. Но потом резервы заканчиваются, и армия выдыхается, и наступление останавливается. Просто это, ну просто физически, потому что наступать, идти вперед, да еще и под вражеским огнем, это физически просто даже очень-очень тяжелая работа. То есть, любой человек устанет на каком-то этапе без помощи, без введения дополнительных резервов. А резервов, как я сказал, практически не осталось у россиян. Поэтому, да, армия будет уступать, и есть возможность, что вот действительно есть вероятность, что выдохнется она, эта российская армия, где-то на подходе к Покровску. В конце концов, резервы у российской армии, они есть, не будем говорить, что их совсем нет, они, конечно, есть, но они не бесконечны, они тоже заканчиваются. Ну и без отдыха, я сказал, войска долго не могут функционировать. Плюс, надо еще, вот еще что хочу заметить, на направлении часов Яр, помните, долго шли атаки, бились просто российские подразделения головой об этот часов Яр. Так вот, там российское наступление уже остановилось, как сообщается, и часть войск оттуда, из-под часов Яра, россияне были вынуждены забрать и отправить их на курское направление. Поэтому, ну, знаете, есть у меня надежда на то, что и это наступление в районе Покровска через некоторое время, через неделю, может быть, две недели, будет уже остановлено. Ну и еще о факторах, которые могут замедлить или даже остановить российское наступление, давайте я уже в следующей части расскажу. Продолжаем разговор, Иван Яковин и Радион Вэй, в первой части я рассказывал о ситуации в Курской области и привел свои рассуждения насчет того, что могло бы остановить российское наступление в районе города Покровск. Ну и, помимо всего прочего, того, что я уже перечислил, я считаю, что могла бы помочь украинцам деятельность, направленная на снижение активности российской авиации. Сейчас эта деятельность развернута на всю катушку, мы об этом можем судить по последним новостям. Мы видим, что за последний месяц усилиями украинских дронов и ракетчиков уничтожены как минимум 4 российские авиабазы. В Морозовске, это Ростовская область, в Липецке, там крупнейший российский учебный центр авиации военной. Саваслейка, это база, на которой базируется истребительный МиГ-31. И вот буквально вчера была уничтожена авиабаза Мариновка в Волгоградской области. Морозовск и Мариновка, это аэродромы, на которых базируются в числе прочего. И главным образом бомбардировщики Су-34, которые и в основном занимаются сбрасыванием кабов и фабов вот этих авиабомб, планирующих на позиции российской, на позиции украинских пехотинцев. Ну и вообще на этих аэродромах, конечно, Россия понесла гигантские потери именно в оружии. Потому что, если вы возьмете любой из этих аэродромов, там была вторичная детонация, очень долгая, очень серьезная. Там часами продолжались взрывы, взрывались и не только арсеналы, но и сами самолеты. Потому что много было России потеряно самолетов в результате всех этих ударов. Хотя Россия не пытается отрицать эти потери. Очень смешно иногда получается. Говорят, у нас вообще ни одного самолета не потеряно, все нормально. И потом раз появляется фотография, где показано там 4 или 5 или еще сколько-то самолетов разрушенных, сожженных и так далее. Вот последний удар по времени как раз в этой Мариновке, в Волгоградской, кстати, область тоже. Там было уничтожено самолетов штук 10, наверное. Именно просто сожжено, еще сколько-то повреждено было. То есть удары очень-очень результативные. Мы не знаем, погибли ли там летчики, штурманы и так далее. То есть в людях есть ли потери, но в авиации и в бомбах, в ракетах потери прям серьезнейшие. И быстро эти потери восполнить не получится. Соответственно, я так понимаю, что возможности российской авиации по нанесению бомбовых ударов по позициям украинских войск будут серьезнейшим образом подорваны. Это очень хорошо, потому что из-за кабов и фабов украинские войска несли значительные потери. То есть я бы не сказал, что прям основные потери, но очень серьезные потери несли именно как раз из-за этих кабов и фабов. И преодоление этой проблемы было важнейшим заданием для украинской армии. И как видим, с этим заданием украина справляется. Дальше, помимо этого, был нанесен очень результативный удар дронами украинскими по заводу Росрезерва, который назывался Кавказ. И расположен этот завод Росрезерва в городе Пролетарск. Ну по сути, что это такое? Это огромная база хранения всякой всячины, в том числе и разных видов топлива. И вот там гигантские такие поля с этими бочками, на каждое на 5 миллионов литров, или там 5000 тонн, по-моему, как-то так. Даже может быть это одно и то же. Так вот, там хранилось и авиационное топливо, и обычный бензин, и дизельное топливо. И туда прилетело несколько украинских дронов, эти бочки одна за другой начали взрываться, там цепная реакция, по сути, произошла. Одна бочка горит, она нагревает соседние, там в этих соседних вскипает топливо, и там малейшие искры хватает для того, чтобы они начали взрываться. И чем больше эти бочки взрываются, тем сильнее нагревание происходит, и тем больше их еще взрывается. В общем, такая была запущена цепная реакция, и в результате практически все топливо на этом заводе сгорело. И надо сказать, что этот завод, помимо функции хранения топлива, выполнял еще одну важную функцию. Он занимался его распределением по аэродромам, в частности, авиационного керосина. И теперь без него логистические цепочки по завозу керосина на российские аэродромы будут здорово нарушены. То есть их надо будет как-то восстанавливать, либо создавать какие-то новые логистические цепочки, пока не очень понятно, как с этой проблемой будут справляться. Но в результате действия российской авиации из-за этого удара были сильно ограничены. Вот там вот в районе, где Волгоградская область, Ростовская область, в этом районе им там будет летать намного сложнее. Плюс в Крыму авиация тоже потерпела, так сказать, большие потери. Не только в результате ударов украинских крылатых ракет и дронов по крымским аэродромам, но и из-за вчерашнего эпизода, когда был нанесен удар крылатыми ракетами «Нептун» по парому «Конратрейдер», который был наполнен железнодорожными цистернами с бензином. Это большой очень такой корабль «Конратрейдер», на него умещается целый железнодорожный состав. И вот туда загнали состав с цистернами, с то ли бензином, я в других источниках видел, что это все-таки был авиационный керосин опять же. И сгорело это все, а сам паром утонул в результате этого удара. То есть если это был авиационный керосин, то российская авиация, российские самолеты, вертолеты в Крыму в ближайшие пару недель тоже будут на голодном топливном пайке, у них не будет возможности летать так много, как они хотели бы. И вот такая работа, если она ведется планомерно, системно, выбиваются аэродромы, уничтожается бойкомплект, бомбы, ракеты их взрываются прямо там на аэродромах. Если уничтожаются теми, инфраструктура аэродромная, то есть аэродромы приходят в негодность, если выбиваются самолеты и сжигается их топливо в цистернах или где-нибудь там на хранилищах, то в результате, да, российская авиация будет очень обескровлена, лишена возможности летать так много, как ей хотелось бы, как хотелось бы ее командованию. И в результате давление с воздуха на украинскую армию будет существенным образом ослаблено. Я думаю, что это может сыграть очень серьезную роль в остановке российского наступления на Донбассе. Ну и, как мы видим, вся вот эта история, то, что происходит в Курской области, где Россия не может задержать наступление украинского, где и на Донбассе, где наоборот украинцы все более серьезный отпор чинят россиянам, из-за чего российское наступление там потихоньку останавливается. И, в общем, целая череда неудач российской армии на фронте, она привела к тому, что Владимир Путин был вынужден отправиться в гости к Рамзану Кадырову, куда он не ездил уже 11 лет, точнее с 11-го года. Так, в последний раз он был в Чечне, знаете, когда? Когда в России очень было мощным движение оппозиции. Тогда еще оппозиция, тогда еще был жив Навальный, жив Немцов был, и оппозиция устраивала очень резные митинги протестов в Москве. И тогда Путин срочно поехал к Кадырову заручиться его поддержкой, чтобы в случае чего кадыровцы пришли на помощь и спасли Путина от Навального, от хипстеров московских. Это, как мы знаем, не понадобилось. Российское оппозиционное движение было подавлено, но Путин тогда здорово напугался и поехал за помощью Кадырова. Сейчас Путин опять напугался и опять приехал за помощью Кадырова. Что он, собственно, хотел от Кадырова? Естественно, он приехал не дарить Коран и не радоваться тому, что в честь него Путина назвали какой-то район, микрорайон Грозным. Тем более микрорайон еще не построен, он только в пластике сделан, как из легоц сделан из кубиков. То есть Путин, раз уж он нарисовался в Чечне, значит дело очень серьезное. Без очень серьезного дела, без супер важной какой-то миссии он в Чечню не ездит, потому что он прекрасно понимает, что там огромное количество людей с большого удовольствия Путина пристрелили, придушили или что-нибудь еще нехорошее с ним сделали. Поэтому без крайней нужды он там не появляется. То есть появилась крайняя нужда. Что же это за нужда такая? Я уверен, процентов на 99, что Путин ехал за войсками. Путину сейчас очень нужны по оценкам Wall Street Journal 20 тысяч военнослужащих для того, чтобы остановить украинское наступление на Донбассе. То есть для Путина это супер важное, извините, не на Донбассе, а в Курской области. Для Путина, вот как мы видим, срочники не помогают, толку от них никакого нет. Или почти нет. Поэтому ему нужно 20 тысяч подготовленных, хорошо подготовленных бойцов. 5 тысяч он вроде бы перекинул туда с Донбасса. Вот этих хорошо подготовленных. Но ему где-то надо взять еще 15. Иначе украинское наступление в Курской области не будет остановлено, и украинская армия сможет взять под свой контроль ту самую Курскую атомную электростанцию. Для Путина это неприемлемый вариант. Ему откуда угодно нужно выковырять, выкопать вот эти самые 15 тысяч человек. Хорошо вооруженно, хорошо подготовлено. Кадыровская армия это 30-35 тысяч. Кстати, тут важно сделать уточнение. Это не полк Ахмат, который сейчас где-то там воюет или делает вид, что воюет на фронтах украинской войны. Нет, это другое потребление. Ахмад это такой зонтичный бренд, под которым много чего собралось. Там есть и какие-то части полностью из русских, лишь только с чеченскими офицерами. Есть и какие-то вспомогательные подразделения. Есть Росгвардия, есть армейские подразделения. И все это называется Ахмат. Мы говорим сейчас о том Ахмате, который формально относится к Росгвардии. И является личной гвардией, личной армией Рамзана Кадырова. Он состоит из чеченцев этнических. И находится, главным образом, в Грозном. Только, по-моему, 3 тысячи живет в Москве, в президент-отеле. Они как раз там живут для того, чтобы, ну на случай какой-то революции, какого-то переворота, чтобы помочь Путину в этой ситуации. Но главным образом эти кадыровцы, они такие коренные, что называется, кадыровцы, самые главные, самые привилегированные, они в Чечне. Они в Чечне неспроста, потому что Кадыров понимает, что в таком непростом обществе, в котором он существует, и в значительной степени автором, которым он является, уважают, ценят и готовы слушаться только человека, обладающего очень большой силой. И не стесняющегося эту силу применять. Поэтому ему нужны эти 35 тысяч человек внутри Чечни. Для того, чтобы каждый день, каждую ночь, каждую секунду и минуту, чтобы он мог подтверждать всем вокруг, что я сильный. И со мной лучше не связываться. Потому что если он будет не сильный, с ним обязательно связываться будут. Но есть проблемы. Эти ребята, они выглядят очень страшно. Они все такие, знаете, накаченные, бородатые, перепоясанные пулеметными лентами и так далее, и так далее. Но при этом они все, это же не военные. Это, по сути дела, армия карательная. Она предназначена для подавления каких-то восстаний, для того, чтобы уничтожать какую-то оппозицию, для того, чтобы разбираться с, может быть, каким-то бунтом, но не воевать против хорошо вооруженной армии другого государства. Это опричные войска, это не армия. У них нет танков, у них нет артиллерии. Они умеют, не знаю, стрелять из пулемета и снимать красивые тик-токи. Но при этом сидеть в окопах, условно говоря, идти в атаку, вот такого они не умеют, они такого не обучены. Для борьбы с условным Навальным и с его хипстерами такие люди годятся и очень хорошо годятся, а вот для борьбы с реальной армией нет. Они не смогут противостоять ей. Боевого опыта, кстати, у них тоже нет, потому что они же во времена чеченских войн, начало-середина 90-х, их же еще не было даже, так сказать, они не родились в массе своей, вот эти все кадыровцы. То есть, по большому счету, вот эти 35 тысяч, это как ядерная бомба, условно говоря, ядерная ракета. Это средство запугивания, это не средство ведения войны. То есть, вот, они должны быть, чтобы все боялись, но воевать ими никто, как бы, особо не собирается, потому что если ты начнешь ими воевать, еще неизвестно, чем все кончится. Можно просто профукать это все счастье, богатство в один момент и остаться ни с чем. И поэтому Кадыров, я не уверен, что он прям с такой, с легкой душой отдаст Путину хоть 15, хоть 20 тысяч своих этих головорезов. Дело вот в чем еще. Кадырову сейчас очень, он, как бы, переживает довольно сложный период в своей жизни. Ему нельзя подрывать авторитет, свой авторитет потерями, которые будут неизбежны на фронте. Почему эти потери могут быть довольно большими, как мы знаем? Потому что украинская армия, это хорошая армия, очень хорошо умеющая воевать армия, и никого спуску там чеченцам она не будет давать. То есть, будет воевать по-настоящему, по-серьезному. Поэтому для Кадырова, в общем, страшновато туда отправлять своих людей. И он понимает, что если начнутся потери, если пойдут гробы из Курской области в Чечню, то его авторитет в Чечне начнет падать. Очень быстро падать начнет. Потому что его общественный договор, заключенный с чеченским именно народом, не подразумевает смерти молодых чеченцев за интересы Российской Федерации. Никак. Этого быть не должно. Поэтому он не может допустить, особенно массовой гибели молодых чеченцев, где-то далеко, на войне с Украиной, против которой вообще чеченцы, как народ, ничего против не имеют. Ну и какие сложные моменты у Кадырова? Первый момент – это его здоровье. Ему, видимо, сделали трансплантацию почки. И он стал себя чувствовать явно лучше, чем раньше, чем еще в прошлом году себя чувствовал. Но все равно нет гарантии, что он долго проживет. Потому что, учитывая его образ жизни, говорят, что он наркоман. Причем так сидит на тяжелых наркотиках довольно плотно. Учитывая то, что он явно не очень здорово питается и так далее. Ну и очередная у него предрасположенность какая-то есть. То есть непонятно, сколько он еще проживет. Я имею в виду Рамзан Кадыров. И он может умереть в любой момент. Либо ему могут помочь умереть. Бог его знает, как он сложится. Судьба его. Но в этот момент он должен быть уверен, что его армия верна ему на 100%. Вот эти 35 тысяч головорезов, они верны ему и его семье на 100%. Что они будут слушаться его сына. И вот если такая армия в момент его Кадыровой гибели, смерти, будет недовольна им, будет неверна ему, то тогда, конечно, всю семью Кадырова, эта армия, найдется у нее новый командир какой-то, и он всю семью Кадырова отправит, так сказать, на колбасу. Конечно, Кадырову этого не хотелось бы. Он хотел бы, чтобы его семья правила Чечнёй и после его гибели, после его смерти. Поэтому он не может рисковать верностью своей армии, отправляя ее на бой, на войну в Курскую область. Второе, это первое. Второй момент, это вполне вероятное падение Владимира Путина. То есть мы с вами понимаем прекрасно, и да и в России это многие понимают, что сейчас Владимир Путин ходит, так сказать, по очень тонкому льду. Один или два каких-то события в стиле Чёрного Лебедя, и весь его режим может разрушиться, развалиться. То есть может случиться все, что угодно, либо с ним самим, либо с экономикой, либо с дипломатическими какими-то делами. В общем, Путинский режим далек от полной стабильности. Он может развалиться, по-моему говоря, в любое время. Да, он сейчас выглядит очень крепким, но мы понимаем, что ресурсы прожираются, проедаются, новых ресурсов брать негде, и все это в какой-то момент может накрыться медным тазом. И Кадырову очень важно, чтобы в тот момент, когда произойдет какая-то революция, какая-то смена власти, может быть какой-то заговор, может быть еще что-то, чтобы он обладал возможностью сохранить свою власть как минимум в Чечне или на Кавказе, и может быть даже расширить эту власть. Может быть сделать какое-то независимое государство или что-то еще. Для этого ему опять же нужна армия. Ну или, кстати, даже для того, чтобы взять власть в Москве, почему, или кусок власти хотя бы в Москве, потому что, знаете, если режим Путина падет, начнется какая-то анархия, то в анархии, во времена анархии, главный ресурс это сила, то есть вооруженные люди, и готовность эту силу применять. Если у Кадырева будет хорошо вооруженная, отмобилизованная, верная ему, лояльная армия в этот момент, когда в Москве начнется какая-то заваруха, то он с большой вероятностью сможет залезть на самый верх, может прямо и в царский трон сесть, если сильно постараются, потому что если у тебя есть армия, если ты не боишься эту армию применять против каких-то чиновников, взять, например, Белоусова, министра обороны, какой-то интеллигент в очках, он Кадырову, я с трудом могу себе представить ситуацию, при которой Белоусов отрезает голову Кадырова, а вот наоборот, это вполне возможно, это вообще элементарно. Поэтому даже не важно, если у тебя много войск, это тебя не спасет. Главное, это воля эти войска применять, готовность эти войска применять. У Кадырова, в общем, есть и войска, есть и воля, но войск должно быть все равно немало, их должно быть хотя бы среднее количество, вот эти 35 тысяч ему на случай развала власти в России очень-очень будут нужны. То есть, понимаете, что в обоих случаях, и в случаях смерти самого Кадырова, и в случаях каких-то неприятностей с Путиным, Кадырову нужна будет полностью готовая и, самое главное, верная ему армия. И не огрызки армии, которые могут остаться после Курска, после сражений против вооруженных сил Украины в Курске. И нужно еще, чтобы население было Чечне верным, и Кадырову оставалось. Ну, и поэтому я думаю, что крайне маловероятно, что Кадыров отправят в Курскую область свои войска. Может, конечно, и отправят, но я что-то сомневаюсь в этом. Вообще Кадыров, конечно, крут тем, в Чечне, внутри Чечни, тем, что он поставил себя выше Российской Федерации, что Российская Федерация ему платит дань, а не наоборот. И он своим людям дает возможность делать в России все, что они захотят. То есть он их прикрывает от любого преследования, он им дает полную индульгенцию на любые преступления, делать, что хотите. Можете грабить, там, убивать, там, ничего он взять не будет. Но умирать за Россию, скажем так, воевать за Россию, уж тем более умирать за Россию, нет. Его контракт с Чечней не предусматривает такой опции. Вот этого там быть не должно. То есть он не должен гнать своих людей, умирать за Россию. Кстати, он так уже делал, то есть придерживался этого контракта, когда в России объявили в 22-м году частичную мобилизацию. Кадыров сказал, что чеченцы этой мобилизации не подлежат, просто из-за того, по его словам, что чеченцев и так очень много на фронте есть. Поэтому новых он не позволит забирать на фронт. И в результате мобилизация прошла везде в России, кроме Чечни. Ну и из всего этого, да, я делаю это, что не очень я уверен в том, что Кадыров предоставит Владимиру Путину своих головорезов, несмотря на то, что Путин очень-очень просит его это сделать. Не уверен я в том, что получит Путин то, что хочет. А ведь для Путина, они, знаете, очень нужны эти люди сейчас. Почему? Потому что сейчас для него, для Путина крайне опасный момент. Если его войска, ну если Кадыровские войска, я имею в виду, не отправятся в Курск, то у Путина будут очень большие проблемы в том смысле, что он может потерять атомную электростанцию и много чего еще потерять в Курской области. И тогда в этом случае ему действительно придется направлять в Курскую область войска с Покровского направления, и Донбасс будет потерян, и с Курском будет что-то не очень понятное и нехорошее. В общем, все будет совсем плохо для Путина. Если же Кадыровские войска в Курск поедут, может, такое тоже может случиться, то это уже будут огромные проблемы и нестабильность внутри Чечни для самого Кадырова. И то плохо, и это плохо для Кадырова, в общем, не очень понятно, и для Путина не очень понятно, что они в результате смогут выбрать в этом смысле. То есть я, если честно, склоняюсь к тому, что Кадыров, наверное, отправит чуть-чуть своих войск и скажет Путину, что вот эти войска, но пускай эти войска будут, опять же, как водятся где-то в обозе, где-то на третьей линии, где-то в заградотрядах, но главное, чтобы им на фронте ничего не угрожало. Согласиться ли на это Путин, вот в чем вопрос, потому что Путину нужны как раз именно боевые войска, которые возьмут в руки оружие и остановят украинское наступление. Вот тут, видите, очень серьезный конфликт намечается между Путиным и Кадыровым, и это при том, что Путин Кадырову сказал, когда сейчас вот был в Чечне, что я бы хотел, чтобы у меня было много таких пехотинцев, как вы, Рамзан Ахматович, но много не получится. Поэтому я призываю вас тоже наблюдать за этой всей ситуацией. Мне очень интересно, если начнутся и будут как-то проявляться какие-то серьезные разногласия между Рамзаном Кадыровым и Владимиром Путиным из-за ситуации, которая складывается в Курской области. Но, кстати, вот эта вся эпопея между Путиным и Кадыровым еще раз доказывает, что наступление украинской армии на Курскую область все-таки имело смысл. Это была не пустая затея. Много, видите, уже посеяны конфликты внутри самой Российской Федерации между такими ключевыми людьми, как Путин и Кадыров. Ну и давайте выбором в США несколько слов скажу. Там прошел съезд Демпартии американской. Очень хорошо он состоялся, очень хорошо был подготовлен. Обаялись, что помешают проведению съезда манифестанты, выступающие за скорейшее подписание перемирия в секторе Газа. Они требуют, чтобы Америка надавила на Израиль и заставила Израиль подписать перемирие. Но этих манифестантов никуда в серьезное, так сказать, помещение не пустили. Их митинги прошли на улице в общем незамеченным. Хотя боялись, что они будут очень серьезные. Нет, митинги были слабенькие и ничего такого большого не произошло. Камала Хэррис. Выступило огромное количество людей, звезд Демпартии. На мой взгляд, круче всех выступила жена бывшего президента Барака Обама Мишель Обама. Знаете, она настолько там сумела завести публику, что если бы она в какой-то момент сказала, знаете, я решила, теперь я пойду в президенты, не Камала пойдет, а я. Я думаю, зал просто взорвался бы аплодисментами, сказали, да, конечно, мы тебя хотим, потому что, честно вам скажу, на фоне Мишель Обамы Камала Хэррис смотрелась, на мой взгляд, очень бледно. Ну, вообще никак не смотрелась, просто она гораздо более слабый политик, чем Мишель Обама, которая, кстати, может быть, ее, так сказать, суперсилой заключается в том, что она не политикой, никогда не стремилась стать политикой, просто она хороший человек, умная, образованная, успешная женщина. Вот благодаря этому, мне кажется, Мишель Обама такие позитивные эмоции вызывает у всех. Она, как бы, считается самым популярным в США человеком сейчас, то есть нет никого в США более популярного, чем Мишель Обама. Мне, если честно, жалко, что она не идет в президенты, я хотел бы, чтобы она пошла. Но Камала выступила, неплохо выступила. Надо еще раз сказать, выступления по суфлерам, скажем так, когда по бумажке, ей очень хорошо даются, она умеет выступать, тут с этим не поспоришь. Но я опять в который раз боюсь за то, что на дебатах, я скажу еще раз это, на дебатах, мне кажется, она может не справиться с Дональдом Трампом, потому что Трамп прет, как танк, а Камала Хэррис, у нее главная проблема, она не умеет защищаться. Она как прокурор, она в прошлом прокурором была, она умеет очень хорошо атаковать, то есть наезжать на оппонента, требовать от него ответов и так далее. Но когда оппонент начинает наезжать на нее и требовать ответов у нее, то вот тут она плывет и она не знает, что ответить, она попадает в петлю, когда одну и ту же мысль по 10 раз повторяет, это большая ее проблема. Поэтому, знаете, я думаю, даже более важным событием, чем съезд Демократическая партия станут первые дебаты, ну или хотя бы интервью, потому что Камала Хэррис с начала своего выдвижения в президенты, она еще не дала ни одного большого интервью, что по американским стандартам вообще какое-то безумие, нонсенс, но нет, она не дает интервью. Поэтому ждем интервью или дебатов с Камалой Хэррис, я думаю, после этого станет уже абсолютно ясно, кто победит на этих выборах. Но пока, надо сказать, надо дать должное. Камала Хэррис идет вперед, и к счастью для нас, почему? Потому что она выступает однозначно за поддержку Украины, и Дональда Трампа такой поддержки нет, он Дональд Трамп такой поддержки Украины не обещает, поэтому мы за нее. Но сейчас она, да, она идет вперед, и она опережает Дональда Трампа по всем вопросам общественного мнения. Я считаю, что это, в общем, неплохо пока, но посмотрим, что еще дальше будет, еще три месяца избирательной кампании, два с половиной, точнее сказать, и посмотрим, что будет дальше.